привет друзья сегодня 22 июня 2019 года а в 1941 началась война 22 июня ровно в 4 часа сегодня была война я приехал на клочко как вы видели я зашел на территорию кладбища здесь есть мемориал я о нем недавно узнал сейчас я сниму и скорее всего этот ролик я положу плейлистик памятники нашего города а сегодня здесь собирается люди ветераны я только что видел иван иваныча горбенко можете посмотреть интервью с ним это человек который прошел всю войну три ордена красной звезды три ордена отечественной войны две медали за отвагу и вот я прибыл сюда честно говоря даже не знал что здесь находится такой мемориал сейчас я вам его сниму покажу торжественная часть назначена на 10 часов сейчас я подойду поближе и мы с вами рассмотрим этот мемориальный комплекс изблизи так сказать вблизи и посмотрим в каком же году он сделан но мне уже сказали вот здесь вот которая вот видите это братские могилы они были сразу сделаны после войны ну а в порядок привели их немножко уже позже плиты всем одинаковые положили а вот этот комплекс сама вот это вот стелла вот такая говорят была сделана шестьдесят седьмом году сейчас все почитаем так написано подвиг и слава ваши вечные в сердца а вот она мемориальное кладбище сейчас мы с вами пройдемся и посмотрим что написано на этих плитах техник интендант пранга охремен к вы их 96-1941 ну чтобы понимали интендант это снабженец по питанию клинченко а вот и неизвестный воин а еще и вот неизвестный неизвестный лейтенант 918 много неизвестных гвардей рядовой вот такой здесь мембариал очень много я смотрю неизвестных очень много я затрудняюсь конечно сказать какие воины здесь похоронены солдаты которые обороняли днепропетровск сорок первом или когда мы уже освобождали сорок третьем ну и конечно же два слова сейчас поговорю с ветеранами здесь иван иванович как вы знаете я поговорим иван Иванович здравствуйте война началась уже пять часов уже как идет война добрый день добрый день добрый день добрый день а А через два часа товарищ Молотов по радио объявит о начале Великой Отечественной войны. Через час, десять часа. А он в двенадцать. Он в двенадцать объявил по радио. В десять часа. В двенадцать. Молотов объявил двенадцать. Объявите здорово. А, ну, например, ты уже доедешь. Так что, Иван Иванович, сегодня почтим память павших. Да. Скажите, а вы каждый год здесь? Вот, двадцать второго, да? Каждый год. Каждый год, да? Цветочки возлагаете, собираются. Почтить память. Потому что тоже дедушка ушел на фронт, он не вернулся. Мы не знаем даже где. Я сама с Белоруссией. Бабушка поберет, придется искать. Она поболела где-то месяца два и умерла. Я их даже не видела. Поэтому мне отец рассказывал, мне тетя рассказывал. За моими дедушками и бабушками. Поэтому я этот день. Зоя, а у вас кто воевал? Тоже и папа воевал, не пришел. Дедушка? Дедушка, да. Он не пришел и неизвестно, короче, где. А, без вести пропавший. Да, без вести пропавший, да. Так вы до сих пор возвращения ждете? Да. Знаете, как ждут всю жизнь, что вернется? Это Наталья Еграфовна, организатор, так сказать, захода. Скажите, каждый год собираетесь? Каждый год, каждый год. Нас не было. В этом году говорили, ой, жарко, ой, наши ветераны сказали, не жарко, нормально, все хорошо. И на этот день, и на этот день, и на это место мы приготим. Каждый год. Вы знаете, когда я ехал на 9 мая к Славе, дождь шел, вы говорите, да? А я позвонил Доршу, говорю, надо выезжать. И позвонил Краснодардейскому председателю ветеранства, говорит, главнокомандующий дал приказ ехать, и все ветераны едут. 9 мая. Я сейчас еду к мемориалу, вернее, к монументу Славы, правильно он называется, воинам, подпольщикам и партизанам. Там мероприятие назначено в 9 часов, хотя у нас идет дождь, это Днепр, Днепропетровск. Я думал, мероприятие отменится, хотя нет, я позвонил председателю ветеранского городского объединения, он сказал, верховный главнокомандующий украинскими силами дал приказ ехать. Говорит, на фронте мы не такое проходили, и все собираемся там. И у нас был и дождь, и погода не очень, и ребята, которые нам делали озвучку с электричеством, говорили, как-то так сложновато. И музыка была, и выступления были, и ветераны были, и люди пришли, и море цветов было. Знаете, какое хорошее слово сказали, а на фронте тоже дождь был. Так что ж, мы 9 мая не придем, все было, и праздник этот, 9 мая остается, и день 22 июня, день начала войны тоже остается. Ну давайте, друзья, сейчас будет торжественное возложение цветов. Так, друзья, самая активная группа. Можете улыбаться в камеру. Вот девушки. И мужчины. Да, 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 молодец. Все, все попали в кадр. Молодцы все. Место захоронения погибшим в Великой Отечественной войне. И 22 июня 1941 года мы всегда и называли день начала Великой Отечественной войны. Сегодня 22 июня, это день, который наше государство называет день памяти. Ухто, тогда был Советский Союз, все национальности не делили, ничего. А сейчас начинают это, ну. Вот мы умеемся, совесть, такт, честность, уважение к людям. Всего вам всем самого доброго. Спасибо. Вот это, родители. И таких, как я, миллионы, она прошла в горнире войны. И сейчас, хочу вам сказать, что, я не знаю, ну, случайно мне пришлось остаться живым. Несмотря на то, что приходилось быть в таких разных переплетах, что... Если нас призвали в 41-м году 100 человек таких, как я, то в 45-м году вернулись трое только и те раненые. Порядка 27-28 миллионов. Война была тяжелая, воевали и все. Война была здесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Я здесь нашел похоронен один рядовой и еще и три неизвестных. То есть в одной могиле четыре человека лежат и на одной плите я нашел погибших в 1941 году. Значит, здесь есть погибшие, когда отступали наши войска и в 1943 год, когда уже освобождали. Вот видите, рядовой Белоглазов и три неизвестных воина. А это, видите, погиб в 1941 год. Рядовой Шевчук. Друзья, представляю вам, генерал-майор Алексей Павлович. Говорят, в Афганистане вы воевали, да? Я участвовал в Великой Отечественной войне, Трудового фронта и Афганистан. А в Афганистане в каком году вы воевали? Я был несколько раз там, в 84-м, в 85-м, в 86-м годах. Понятно. И там воевали, пришли? Я там был в командировках. Организовал техническое обеспечение наших войск. Понятно. Вот так вот, друзья. Видите, какие легендарные люди. Знакомьтесь. Так, друзья, ну на этом все. Я заканчиваю свой репортаж о 22 июне. О том, как его вспоминают на Клочко 6. Ориентир вам. Школа. Ну, кладбище вы видели. Там, где я зашел. В общем, как говорится, если захотите, то найдете. Можете приехать, положить цветочки. Не только 22 июня, 9 мая. Пока. С вами был Виталий Пескум. Канал Vital Way. До свидания.